Близится самая приятная пора года. Теплое лето, лучшее время для отдыха. Теперь не нужно откладывать и копить на премиум танки. Они доступны всем в кейсах на Crazy VOD. От малыша Т-127 до гиганта Лёвы. Премиум от одного дня до года. На сайте всегда, кроме привычных танков, можно встретить актуальные премиум машины. А для всех подписчиков действует промокод на плюс 15% к пополнению. Пополнившие от 299 рублей получат кейс в подарок. Доброго времени суток, дорогие товарищи танкисты! С вами, как всегда, я, Ай Станлох Ай. И сегодня я хочу вам показать очередной видос из рубрики по самым гениальным боям из старых добрых времен мира танков. Сегодня на повестке дня у нас аж целых два боя. Первый будет сыгран на ИС-3, а второй на ИС-6. Конечно, в этих боях не будет какого-то супергениального количества урона. Там 8-9 тысяч, да, что считается огромным результатом для 8-го левела. Здесь будет всего лишь порядка 6к с лишним. Но, во-первых, я хочу вам продемонстрировать весь кайф рандома на 8-м левеле в то время. Показать вам, какие танки были имбовыми в те времена, а какие просто, ну, рядовыми тачками, на которых можно было настреливать урон. И вы просто проанализируете ситуацию и поймете, как все поменялось. Итак, первый бой у нас на карте Руинберг. Идеальный сетап. Господи, сколько ИС-3? Я посчитать не могу. 5 ИС-3, 1 ИС-6 у врага, 2 Тигра вторых, КВ-4, КВ-5, Борщ, Е25, СУ-152, КВ-2 и АТ-8. Понимаете, какой же это все-таки был классный рандом, господи. Самое смешное, что если вдруг у АТ-8 орудия с пробитием 75 от АТ-2 5-го левела, то получается, он здесь никого пробить не сможет вообще. Ну, кроме там вот Шмальтурма или как он называется, вот эта ПТ-шка 6-ая и Т-25 пополам. Ну да ладно, сейчас не об этом, но просто согласитесь, это очень смешно. И, блин, ну все-таки круто и лампово. Но, господи, вот вспоминаешь те старые сетапы, и прям сразу душу греет эта информация, потому что ты знал, что вот такой вот уникальный случай мог попасть к тебе, что в бою окажется танк, который явно не должен быть в этом бою. Итак, я приехал в центр, дабы отстреливать противника, которые будут перекатываться вот здесь вот. Перекат, кидаю Шотка во второго и даю ему подпал в ВЛД. Вот именно за это я раньше и любил КВ-2, так как их можно было подпалить куда угодно. Ну и тем более его не жалко, так как это, скорее всего, был подписчик Джова, который любит рубрику «Нелепые и веселые моменты со стримов Джова на КВ-2». И мы его за это наказали. Ну, в общем-то, что я хотел вам сказать. Вот видите, сколько из софт-рейдов? Вы думаете, почему же на нем все играют? Наверное, потому что все ИСа 7-го качают. Ну, вы будете правы, так и есть. Но дело не только в этом. Дело в том, что в то время самый лучший тяж восьмого уровня в игре был, угадать какой, ИС 3-й! ИС 3-й. А сейчас? Что из себя представляет ИС 3? Давайте вспомним. А, ну это такой танк, который, если ты встретишь на десятке, ты даже не побоишься его и просто отпинаешь на раз-два. Или же, например, на любой другой восьмерке, если ты его встретишь, так же отпинаешь на раз-два. Но при всем при этом, ИС 3-й это один из самых популярнейших танков в игре за все время. И очевидно, что Wargaming его никогда не нерфил. Но парадокс в том, насколько все-таки танки поменялись за эти годы. Танк, который был раньше, просто ультимативный имбой, превратился в ультимативный кактус, на котором невозможно играть. Потому что эти УВН в минус 5 градусов тебе не позволяют играть вообще. Да, конечно, ИС 3-й не совсем прям кактус, но я просто сравниваю его имбовость с теми старыми временами по отношению к нынешней мете рандома. К сожалению, все вот так вот прискорбно. Но в любом случае ИС 3-й до сих пор славится среди лег. Особенно на нем часто раньше в КБ играли, но, к сожалению, КБ уже вывели. Так что остается лишь только довольство тем, что он может себя показать в рандоме. Но спойлеры показать он в рандоме может мало что. Кстати, может быть даже когда-нибудь я его выкуплю и попробую на нем поиграть. Так сказать, вспомнить старые добрые времена. Только лишь бы серебро найти лишнее. А так, в принципе, я бы покатал даже на нем. Да, это будет, наверное, неинтересно. Вот так вот, бой уже, в принципе, подходит к концу, пока я разговаривал с вами. Я расстрелял уже снарядов 15, наверное, пробил практически все, скорее всего. Здесь я играю также на 30 фпсах. Старый компьютер мой, старый твинг. Нищая комплектация, паек, маленькая ремка, маленькая аптечка. Даже не фулл БК голды. Казалось бы, казалось бы, станлок должен играть на голде, но нет. А, понимаю, здесь... А нет, я думал, что это АФКшный ИС-6, а он просто, видимо, чай пил. И почему-то в кругу находится. Но ничего страшного. ИС-6 это тот самый противник для нас, который, по сути, мало шансов имел нас пробить даже голдой на самом-то деле. Потому что все-таки у ИС-3 броня хорошая была. ИС-6 только лишь в ближнем бою нас мог пробивать стабильно. А сейчас вроде бы не совсем ближний бой был, и надо было выцеливать. По-моему, я сейчас вот этот выстрел, который скинул в ИС-6, я не пробил, к сожалению. И вот эта тычка в 400 урона дополнительная могла уже быть в копилке. И, например, я бы накинал здесь не 6 лишним, а порядка 7. Я, конечно, результаты не помню, но, по-моему, здесь порядка 6500 дамеджа было. Итак, остается Е-25 и КВ-4. КВ-4 застрял на зеленке. Что он здесь делает, я не понимаю, так как его там очевидно, что не заспавнило, он туда приехал. И что самое забавное, он туда приехал и АФКшный, видимо, пошел Оливьеху доедать с Нового Года. Которую он Хариусу его опрокинул. Но это уж другая история. А у него ник Наташа, извините. Видимо, косметичку Наташка поправляла. Ну, в общем, да. Вот такие вот пироги забавные. Вот раньше бои интересные были. Не то, что сейчас, но результаты, в принципе, перед вами. И мы переключаемся к следующему бою. Итак, второй бой у нас уже на ИС-6. На карте Линия Зигфрида в режиме Штурм. И я нахожусь в атаке. Максимально интереснейшая карта даже по сей день. Потому что все-таки респауны сменены. И также есть много-много интересных позиций для обороны и для атаки. То есть карта реально не устарела до сих пор. Что самое удивительное. Господи, какие же у меня моды всратые стоят. Вы видели, как я сейчас камеру отдалил. И как я сильно приближаю. Рак мозга, короче. Понятно. В общем-то, ИС-6, который попал к семеркам, восьмеркам, ну и чуть-чуть шестерок. В принципе, рядовой сетапчик для тех времен. Так как ИС-6 все-таки всегда был льготным премиумом. Что сейчас, а что тогда. И, соответственно, ну, можно было лишь только банально купить шестерку. Задонатить голду. И начать сразу делать топовый твинг на этом аккаунте. Многие топовые статисты и топовые твинки. Хотя это одно и то же. Делали в тот момент именно так же. В принципе, я сделал так же. И, соответственно, тупо купил ИС-6. Ну и, в принципе, начинал на нем лупендить. И отлупендило аж такое огромное количество боев. Что суммарно, не знаю, на нескольких аккаунтах у меня на Ишаке-6 порядка, наверное, там полутора тысяч боев и месяц точно. Ну, потому что это тот самый танк, на котором ты помимо нагиба фармил. Понимаете? И помимо того, что нагибал, мог легко фармить на нем. Ну и, соответственно, качать экипаж там для ИС-7, ИС-4. Смотрите, что ты захочешь прокачать на твинке. Да, конечно, здесь у меня мудпак максимально всратый. Видимо, от Юша или от Джофф Тим. Скорее всего, от Джофф, потому что я с Юшей не считался тогда. Это сейчас для меня Юша авторитет. А раньше был Джофф, конечно же. Итак, ну, в принципе, в бою пока ничего интересного не происходит. Я просто приехал в свою излюбленную позицию на тот момент. Ну и, соответственно, начинаю раздамаживать шестерок. Просто без каких-либо проблем. Все равно они меня не пробьют. Потому что ИС-6 славился в те времена именно тем, что он очень-очень сильно был бронированным. За исключением того, что его маска и крыша башни была довольно-таки дрявая. Но это все-таки проблема всех совков на тот момент. Ну и что касается пушки, она всратая была. Господи, я сейчас дал в НЛД, подпал Тигру второму. Я в шоке. Ну, 175 пробоя с охеренным ДПМом, конечно же, на Деструкторе чувствовались не очень-то хорошо. Ну, я имею в виду пробой. Но ДПМ, ДПМ тебе позволял настолько сильно разрывать своего оппонента в ближнем бою, что, ну, тебе даже порой не казалось то, что ИС-6 это льготный прем, который вроде бы должен быть по ТТХ хуже, чем большинство восьмерок. Отнюдь, отнюдь нет. ИС-6 максимально жесткий танк был тогда. Сейчас, конечно, скорее всего, нет. Но вот эти вот 175 пробоя даже мне хватало. Вот так как вы обратили внимание, не знаю или нет. Но в этом бою у меня комплектация снарядов была следующей. 20 ББшек и 10 голды. Я даже еще ни разу в этом бою голдой, кстати, не выстрелил. Давайте проверим. Интересно, выстрелил ли я вообще в этом бою хоть раз голдой? Ну, я просто раздамаживаю Аслана Львея, который почему-то. Встал ко мне кормой, видимо, решил развернуться и куда-то свалить. Но не тут-то было. Здесь опять же приехал Е-25, бешеная блоха. И, соответственно, я разваливал его от борта. И, в принципе, у нас все получилось довольно-таки легко и просто. Его раздамажить и набить на нем много и много дамаж. Итак, проезжаю дальше. Вижу ИСА-1. Там дальше что-то в поле винеется. Т-34 ИС меня очевидно не пробивает, так как, чтобы пробить ИСА-6, нужно было реально иметь пробой за 200 хотя бы. Да вот даже Т-32 будет сложно нас пробить, так как у него пробой всего лишь 198. У меня сейчас прямо флешбеки в голове вспоминаются. В общем, когда ты играешь на ИСА-6 против другого ИСА-6, который стреляет в тебя ББХами. Ну, на самом деле, это ПВП могло продолжаться просто какое-то бесконечное количество времени. Так как, ну, реально, со 170-5 пробой, если ты нормально доверачиваешь, тебя пробить прям абсолютно, ну, наверное, невозможно. Сейчас у ИСА-6, по-моему, пробитие 186 или что-то в этом роде. Ну, его типа аппали. Ну, не знаю, насколько сильно помог ему апп пробитие. Но, мне кажется, не на сколько. Так как просто в целом танк-то устарел. ИСУ-6 никогда не хватало пробития. Ну, его хватало. Его реально хватало в то время. Потому что в то время ты мог себе позволить какую-то активную игру. Зайти в танку, в борта и в этом духе. Сейчас такого, ну, такое невозможно. И тот пробой, нищий, который ему накинули, ну, очевидно, что недостаточен для того, чтобы в 2020 году себя чувствовать комфортно. Хоть учитывая, что это и льготный танк. Но, опять же, проблема этого в том, что сейчас есть одноуровневые бои, а раньше не было. И ты зачастую, наверное, попадаешь на льготном преми именно в одноуровневый бой. Ребят, вы уж извините, но я просто не располагаю информацией. Я последний раз на премиум танках льготных играл в рандоме. Ну, сто лет назад. Так что, это лишь только мои догадки. Но, зная, как работает обоссный балансировщик варгейминга, я не удивлюсь, что все именно так и есть, как я предполагаю. Ну, скорее всего, именно так все и есть. Кстати, обратите внимание, я до сих пор не произвел ни одного выстрела голдой. Вот, я убил Т-34, высолив ему НЛД. Да, я высоливал НЛД, так как у меня все-таки ББшка заряжена. Ну, и остается еще два противника. По-моему, Тигр первый и Чири. И, к сожалению, наши терпилы берут базу. И бой на этом заканчивается. Я даже сам не понял, как я накидал столько урона. Бой настолько быстрый, легкий и динамичный, что, в принципе, ну, этот бой просто по лайту прошел. Надеюсь, вам понравилось. С вами был, как всегда, я, Ай Станблог Ай. Всем пока!